Всем привет дорогие друзья, с вами Лукьянов Артём и сайт videosmile.ru И в сегодняшнем уроке мы с вами будем создавать вот такую вот потрясающую заставку. Смотрится она очень эффектно. И сразу хочу отметить, что в этом уроке мы будем использовать сторонний плагин Dropcode Particular. Окей. И перед тем, как перейти непосредственно к самому уроку, хотелось бы сделать пару небольших объявлений. В последнее время многие писали нам, что вот, мол, ребята с videosmile совсем куда-то пропали, наверное забыли о нас. Нет, дорогие друзья, мы о вас не забыли, мы думаем о вас каждый день. Как вы знаете, мы отвечали на ваши вопросы и просто у нас не было времени писать уроки. Все это связано с тем, что мы занимались обновлением сайта. Мы обновляли движок, мы обновили дизайн. Да, кстати, можете сейчас зайти на наш сайт videosmile.ru. И сейчас он выглядит примерно вот так вот. Кстати, этот сайт мы делали на основе ваших отзывов, на основе ваших комментариев. И надеюсь, он вам понравится. Здесь у нас есть вот такая вот панелька, которая называется отзывы и предложения. Хочу обратить ваше внимание на нее. Здесь вы можете написать свои отзывы о нашем сайте, предложить нам какие-нибудь идеи для сайта, нововведения и так далее. Хочу отметить, что все это, то есть сайт, видеоуроки и так далее, все это мы делаем для вас. И ваше мнение нам очень важно. Окей. Также хочу сказать, что все это время, помимо сайта, мы занимались приготовлением нескольких вкусностей для вас, о которых вы сможете узнать на нашем сайте в ближайшее время. Так, в принципе, это все. Давайте перейдем сейчас в программу After Effects и начнем нашу работу. Первым делом давайте создадим новую композицию. Идем. Composition, New Composition. Назовем ее Logo. Затем выставим для нее размеры 600 пикселей по ширине и 300 по высоте. Квадратные пиксели, 25 кадров в секунду и длительность данной композиции выставите примерно в 6 секунд. Нажимаем на кнопку ОК. Все, композицию Logo мы создали. Теперь нам нужно перейти к панели Project и загрузить сюда какой-нибудь логотип, который мы будем использовать в этом уроке. В качестве логотипа можно использовать обычный текст, можно использовать какую-нибудь картинку и так далее. Я буду использовать вот такое вот изображение с надписью VideoSmile. Итак, я сейчас беру данный логотип и перетаскиваю его на панель Timeline, то есть помещаю в композицию Logo. Далее нам нужно создать еще одну композицию, поэтому мы идем снова Composition, New Composition. Назовем эту композицию Переход. Все настройки оставляем такими же и нажимаем на кнопку ОК. Сейчас в композиции Переход нам нужно создать новый сплошной слой. Как это делать вы прекрасно знаете. Мы переходим к верхнему меню, идем Layer, New, Solid. Выберем для этого сплошного слоя белый цвет. Затем размеры его выставим такими же, как и размеры кадра нашей композиции, то есть 600 пикселей на 300. И нажмем на кнопку ОК. Теперь нам нужно создать еще несколько сплошных слоев, но уже теперь черного цвета. Чтобы быстро создать сплошной слой, мы нажимаем в сочетании клавиш Ctrl-Y. У нас сразу же появляется окошко Solid Settings. Здесь ширину давайте уменьшим до 300 пикселей. Получаются размеры 300 на 300. Затем выберем черный цвет и нажмем на кнопку ОК. Возьмем инструмент Selection на панели Tools и перетащим данный черный сплошной слой немного вправо. Примерно вот сюда вот. Теперь нам нужно создать для данного сплошного слоя круглую маску. Чтобы это сделать быстро, мы выделяем данный сплошной слой на панели Timeline. Переходим к панели Tools и выбираем здесь инструмент Ellipse Tool. Делаем по данному инструменту двойной клик левой кнопкой мыши. И у нас автоматически создается вот такая вот маска. Давайте перейдем к этой маске на панели Timeline. Раскроем ее параметры. И напротив параметра Mask Fever выставим значение в 60 единиц по оси X и Y. То есть немного размоем края маски. Далее, чтобы анимировать плавное появление этой маски, давайте переместимся на одну секунду вперед. Перейдем к параметру Mask Expansion и кликнем по значку с секундомером слева от данного параметра. То есть поставим в этой позиции первый ключевой кадр. Напротив параметра Mask Expansion выставляем значение минус 160 единиц. Наша маска, как вы видите, исчезла. Сейчас давайте переместимся на 4 секунды вперед. Это у нас отметка 5 секунд от начала композиции. Перейдем к параметру Mask Expansion и напротив него выставим значение в минус 30 единиц. Замечательно. В результате у нас получилась вот такая вот анимация. Теперь давайте выделим оба ключевых кадра, которые мы только что здесь создали и нажмем клавишу F9, чтобы выполнить команду Easy Is. Таким образом мы получим более плавную анимацию в начале и в конце. Окей. Что мы делаем далее? Далее мы переходим к панели Effects & Presets и здесь находим эффект Roof & Edges. Roof & Edges. Вот он находится в группе эффектов Stylist. Мы берем данный эффект и перетаскиваем его на наш сплошной слой. Roof & Edges на русский можно перевести как грубые края. Итак, на панели Effect Controls мы переходим к параметру Edge Type, то есть тип краев и здесь выбираем пункт спайки. Затем переходим к параметру Border и уменьшаем его значение до нуля. Также давайте перейдем к параметру Complexity и увеличим это значение до трех. Замечательно. Вот в принципе и все. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. А получилась у нас вот такая вот черная дыра, вот с такими вот грубыми краями. Итак, что мы делаем далее? Далее давайте закроем параметры этого сплошного слоя на панели Timeline, выделим его здесь и нажмем сочетание клавиш Ctrl-D, чтобы создать его дубликат. Выделим слой дубликат на панели Timeline и нажмем клавишу с английской буквой S, чтобы открыть параметр Scale. Scale это масштаб. Увеличим масштаб этого слоя до 150% по оси X и Y. Теперь берем слой дубликат и перемещаем его примерно вот сюда вот. Супер. Итак, снова выделяем верхний слой и нажимаем сочетание клавиш Ctrl-D, то есть создаем еще один слой дубликат. Берем данный слой на панели Composition и перемещаем его примерно вот сюда вот. Выделяем верхний слой, опять же Ctrl-D, нажимаем клавишу S, чтобы открыть параметр Scale, и в этом случае увеличиваем значение данного параметра до 200%, или до 200. Не помню как точно. Так, мы создали еще один дубликат. Этот слой мы перемещаем примерно вот сюда вот. Теперь снова создаем дубликат. Это будет последний слой. Его мы перемещаем вот сюда вот. Вот, в принципе, и все. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Все супер. Единственное, давайте выделим третий слой. Вот он. И передвинем его немного влево. Делаем мы это для того, чтобы у нас в самом конце композиции в кадре не оставалось белых областей. То есть все должно быть залито черным цветом. Вот так вот. Супер. Сразу хочу отметить, что эту композицию мы будем использовать как маску для нашего логотипа. Так, здесь мы, в принципе, закончили. Теперь давайте создадим главную композицию. Идем. Composition, New Composition. Назовем эту композицию главная. Затем выберем Preset. Пускай будет HDV, HDTV, 720, 25 кадров в секунду. Так, опять же, 6 секунд. Выставляем длительность и нажимаем на кнопку ОК. Переходим к панели Project. Берем композицию лого, перемещаем ее сюда. Заодно берем композицию Переход. Также перемещаем данную композицию на панель Timeline. Располагаем ее верхним слоем. Теперь переходим к композиции лого. И переходим к столбцу Track Matte. Если данный столбец у вас не отображается, то кликните вот по этой кнопке, которая расположена в левом нижнем углу панели Timeline. Здесь в столбце Track Matte напротив композиции лого мы выбираем значение Luma Matte. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. А получили мы вот такое вот плавное исчезновение нашего логотипа. То есть теперь, как я и говорил, композиция Переход является маской для композиции лого. То есть композиция Переход показывает, что должно отображаться в нашем логотипе, а что нет. Если быть еще точнее, то где у нас в композиции Переход расположены белые области, то там наш логотип отображается. А где расположены вот эти черные дыры, там наш логотип не отображается. Окей, что мы делаем далее? Далее мы создаем композицию под названием Источник. И с этого момента будьте, пожалуйста, максимально внимательными. Потому что сейчас мы будем делать такие хитрые манипуляции. Итак, идем в Composition, New Composition. Называем новую композицию Источник. Выставляем размеры 600 пикселей по ширине и 300 по высоте. Как в самом начале. Квадратные пиксели 25 кадров в секунду, длительность 6 секунд. Нажимаем на кнопку ОК. Теперь переходим к панели Project. Берем композицию лого и перетаскиваем ее на панель Timeline. То есть загружаем данную композицию в композицию Источник. Теперь снова возвращаемся к панели Project. Выделяем здесь композицию Переход. И нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать ее дубликат. Композицию дубликат, которая называется Переход 2, мы также перетаскиваем на панель Timeline и размещаем в композиции Источник. Теперь перейдем к композиции лого, перейдем к столбцу Track Matte и здесь также выставим значение Luma Matte. Сейчас давайте перейдем к композиции Переход 2 и откроем ее. Делаем по ней двойной клик. Здесь переходим к верхнему меню, идем Layer, New, Adjustment Layer, то есть создаем новый корректирующий слой. После того, как мы создали корректирующий слой, давайте перейдем к панели Effects & Presets и найдем здесь эффект Invert. При помощи данного эффекта мы поменяем местами вот эти черные и белые области. Берем данный эффект, перетаскиваем его на корректирующий слой и все настройки данного эффекта оставляем по умолчанию. Как вы видите, теперь вот эти черные дыры у нас окрасились в белый цвет, а вот эти белые области стали черными. Замечательно. Теперь давайте вернемся к панели Project. Выделим здесь композицию Переход и снова нажмем сочетание клавиш Ctrl D, то есть создадим еще одну композицию Дубликат. Она у нас будет называться Переход 3. Берем эту композицию и перетаскиваем на панель Timeline. Располагаем верхним слоем. Так, теперь давайте откроем композицию Переход 3 и в ней отключим, ну или удалим нижний слой. Я его просто отключаю. Закрываем композицию Переход 3, переходим к композиции Переход 2 и здесь давайте в панели Timeline увеличим масштаб, чтобы у нас был виден каждый отдельный кадр. Переместимся в самое начало. Возьмем верхний слой, это композиция Переход 3 и переместим его на три кадра вперед. Раз, два, три. Супер. Вот в принципе и все. Давайте закроем композицию Переход 2 и посмотрим, что у нас получилось в композиции Источник. А получилась у нас вот такая вот картина. У нас сначала логотип появляется, а затем он сразу же исчезает. Для чего мы создали эту композицию? Данная композиция у нас будет источником для испускания частиц. Вот так вот. Итак, давайте я закрою композицию Источник. Перейду к композиции Главное. Перейду к панели Project. Возьму здесь композицию Источник, над которой мы только что работали. И перетащу ее на панель Timeline. Расположу ее верхним слоем. После того, как я переместил данную композицию сюда, я сразу же ее отключаю. Чтобы она у нас не отображалась в кадре. Давайте я кликну вот по этой кнопке, чтобы подключить стандартный черный фон. Теперь давайте сразу же переведем все три этих слоя в 3D. А заодно привяжем композицию Источник и переход к композиции Лого. Как это делается? Мы переходим к столбцу Parent. Если он у вас не отображается, то кликните здесь правой кнопкой мыши, Columns, и в всплывающем меню выберите пункт Parent. Мы перешли к этому столбцу. Берем вот это лассо и тянем его до композиции Лого. Теперь композиция Источник зависима от композиции Лого. То же самое делаем мы с композицией Переход. Отлично. Теперь, если мы будем перемещать наш логотип, эти две композиции будут следовать за ней. Итак, с первой частью уроков мы закончили. И сейчас мы перейдем к созданию частиц. Но прежде давайте перейдем к панели Project. Перейдем вот к этой надписи 8BPC и увеличим глубину цветового канала. Для этого зажимаем клавишу Alt и кликаем вот по этой надписи. Увеличиваем это значение до 32. Замечательно. Теперь, прежде чем заняться частицами, нам нужно создать новый сплошной слой. Поэтому мы идем в Layer, New. Секундочку, давайте выделим сначала панель Timeline. Теперь пойдем в Layer, New, Solid. Назовем его частицы. Выставим размеры этого слоя такими же, как и размеры кадра композиции главные. То есть 1280 на 720. Черный цвет. И нажмем на кнопку ОК. Все, сплошной слой мы создали. Теперь мы можем перейти к панели Effects & Presets и найти здесь плагин Particular. Вот он, плагин Particular, находится в группе плагинов TrapCode. Берем его и перетаскиваем на наш сплошной слой. Переходим к панели Effect Controls и сейчас мы займемся настройкой параметров этого плагина. Давайте раскроем вкладку Emitter и здесь напротив параметра ParticleSecond, то есть количество частиц в секунду, выставим значение в 300 тысяч. Отлично. Теперь спускаемся чуть ниже, переходим к параметру EmitterType, то есть тип источника. Как я вам уже говорил, источником для наших частиц будет одноименная композиция, которую мы создали чуть ранее. Поэтому мы кликаем вот по этой стрелке и здесь выбираем пункт Layer, то есть слой. Переходим вот к этой группе параметров и здесь напротив них выставляем значение в 0 единиц. Замечательно. Спускаемся еще чуть ниже и раскрываем вкладку Layer Emitter. Здесь напротив пункта Layer мы должны выбрать, какой именно слой будет источником для наших частиц. Источником для наших частиц будет композиция Источник, поэтому здесь мы выбираем ее. Теперь напротив параметра Layer Sampling давайте выберем значение ParticleBearTime, чтобы плагин Particular брал образец этого слоя, слоя источника, только в самом начале. Напротив параметра Layer RGB Usage давайте выберем значение Lightness Size. В этом случае размер частиц будет зависеть от яркости слоя источника. Так, давайте закроем вкладку Emitter. Здесь мы в принципе закончили и перейдем к следующей вкладке, которая называется Particle. Здесь мы более детально будем настраивать внешний вид наших частиц. И в самом начале давайте увеличим значение параметра LifeRandom до 50%. Чтобы продолжительность жизни наших частиц немного отличалась. Так, спускаемся чуть ниже и переходим к параметру Size, то есть размер. Уменьшаем его значение до 2. SizeRandom выставляем также в 50%. Далее, чтобы размер частиц в течение композиции потихоньку уменьшался, давайте раскроем вкладку SizeOverLife и выберем здесь справа. Вот в этом столбце второй Preset. В этом случае от рождения частиц до их условной смерти их размер будет потихоньку линейно уменьшаться. Такой же Preset давайте выберем и во вкладке Opacity OverLife. Раскрываем эту вкладку и выбираем здесь второй Preset. В этом случае от самого рождения до смерти непрозрачность наших частиц также будет уменьшаться до нуля. Супер. Идем дальше. Переходим к параметру SetColor и здесь выбираем пункт OverLife. Теперь, чтобы настроить цвет наших частиц, давайте раскроем вкладку ColorOverLife. Здесь мы должны выбрать, как будет изменяться цвет наших частиц в течение композиции. Итак, давайте перейдем к первому маркеру. Сделаем по нему двойной клик левой кнопкой мыши, чтобы у нас открылось окошко Select Color. Здесь выберем бледно-оранжевый цвет. Примерно вот такой вот. Нажимаем на кнопку ОК. И первый цвет мы выставили. Теперь давайте возьмем второй маркер и переместим его немного вправо. Вот сюда вот. Также сделаем по нему двойной клик левой кнопкой мыши. И выберем для него темно-серый цвет. Вот так вот. Нажимаем ОК. И второй цвет мы выставили. Так, берем третий маркер и перемещаем его примерно вот сюда вот. Опять же делаем по нему двойной клик левой кнопкой мыши. И для него выбираем также серый цвет, но уже потемнее. Отлично. Идем далее. Берем уже четвертый маркер. Перемещаем его вот сюда вот. Делаем по нему двойной клик левой кнопкой мыши. И здесь мы выбираем красный цвет. ОК. И последний маркер. Здесь мы также выбираем серый цвет. Все. Нажимаем ОК. И в принципе наш диапазон готов. Хотя нет. Давайте возьмем последний маркер и переместим его примерно вот сюда вот. Вот теперь вот все супер. Давайте закроем вкладку Color Over Life и пойдем далее. Закроем вкладку Particle. И как вы помните, здесь во вкладке Emitter мы напротив параметров, которые отвечают за настройку скорости, везде выставили значение 0. То есть сейчас наши частицы не перемещаются. Чтобы сделать так, чтобы они перемещались, давайте раскроем вкладку Physics. И здесь напротив параметра Gravity, то есть гравитация, выставим значение в минус 100 единиц. Таким образом наши частицы будут подниматься вверх. Заодно раскрываем вкладку Air. И здесь находим параметр Wind Z. То есть смещение наших частиц по оси Z. Напротив данного параметра давайте выставим значение в 50 единиц. Также, чтобы сделать так, чтобы наши частицы перемещались не по прямым линиям, а немного изгибались, извивались, то есть двигались более органично. Давайте раскроем вкладку Turbulence Field. И напротив параметра Effect Position выставим значение в 500 единиц. Супер. Закрываем вкладку Physics и переходим ко вкладке Rendering. Здесь нас интересует всего лишь один параметр. Он находится во вкладке Motion Blur. Это одноименный параметр Motion Blur. Напротив него выставляем значение Off. То есть отключаем размытие в движении. Закрываем вкладку Rendering и в принципе все. Закрываем все параметры плагина Particular. Выделяем его здесь на панели Effect Controls и нажимаем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. У второго плагина Particular давайте также раскроем вкладку Emitter. И здесь изменим значение параметра Particles Second. Выставим здесь значение в 400 тысяч. Все остальные параметры в этой вкладке оставляем такими же. Раскрываем вкладку Particle. Здесь напротив параметра Life, то есть продолжительность жизни частиц, выставляем значение в 2 единицы. А размер, то есть параметр Size, уменьшаем до 1. Теперь, чтобы изменить цвет частиц, давайте напротив параметра Set Color выберем значение Add Depth. И здесь напротив параметра Color выберем светло, вернее бледно-желтый цвет. Примерно вот такой вот. Нажимаем на кнопку ОК. И теперь можно закрыть вкладку Particle и снова перейти ко вкладке Physics. Здесь гравитацию оставляем такую же. Уменьшаем значение параметра Wind Z до 0. А также давайте уменьшим значение параметра Effect Position до 100. Выставляем здесь значение в 100 единиц. Закрываем вкладку Physics и переходим к последней вкладке, которая называется Rendering. Здесь нас интересует параметр Transfer Mode. Напротив данного параметра выставляем значение Add. То есть выставляем режим наложения Add. ОК. Закрываем. Закрываем весь плагин. И сейчас нам нужно воспользоваться эффектом CC Vector Blur. Чтобы найти данный эффект, мы переходим к панели Effects & Presets. И здесь в строке поиска вбиваем его название. Вот он, CC Vector Blur. Находится в группе эффектов Blur & Sharpen. Берем данный эффект и перетаскиваем сразу на панель Effect Controls. При помощи эффекта CC Vector Blur мы можем размывать наше изображение хаотично в разных направлениях. Сейчас здесь мы на панели Effect Controls немного подредактируем значение всех этих параметров. Во-первых, давайте напротив параметра Type здесь выберем значение Perpendicular. Теперь напротив параметра Amount выставляем значение в 10 единиц. Спускаемся чуть ниже, переходим к параметру Reach Smoothness и увеличиваем значение данного параметра до 2. Теперь напротив параметра Property выставляем значение Alpha и уменьшаем значение параметра Map Softness до 10. Супер! Давайте выделим данный эффект, то есть CC Vector Blur на панели Effect Controls и нажмем сочетание клавиш Ctrl D, чтобы создать его дубликат. Здесь во втором эффекте CC Vector Blur тип меняем на Natural, затем Amount уменьшаем до 3, все остальные значения оставляем такими же. Закрываем параметры этого эффекта, выделяем его и снова нажимаем сочетание клавиш Ctrl D. Уже в третьем по счету эффекта CC Vector Blur мы напротив параметра Type снова выбираем пункт Perpendicular. Затем все настройки оставляем такими же и закрываем его. Все. С этим эффектом мы закончили. Теперь давайте снова вернемся к панели Effects and Presets и найдем здесь эффект Fast Blur, то есть быстрое размытие. Находим данный эффект, он у нас также находится в группе эффектов Blur and Sharpen. Берем его, перетаскиваем на панель Effect Controls и напротив параметра Blurness выставляем значение в 5 единиц. Закрываем его. И последним эффектом, которым мы воспользуемся для настройки этого слоя, будет эффект Glow, то есть свечение. Находим эффект Glow на панели Effect Controls. Вот он находится в группе эффектов Stylize. Берем его, перетаскиваем сюда. Наше свечение мы настраиваем следующим образом. Напротив параметра Glow Threshold выставляем значение в 55% и увеличиваем значение параметра Glow Radius, то есть радиус свечения. Вот в принципе и все. Все. Закрываем параметры данного эффекта и давайте посмотрим, что у нас получилось. В принципе смотрится все очень даже неплохо. Так. Кстати, я вам совсем забыл сказать, что после того, как мы в плагине Particular выбрали источником для наших частиц вот эту композицию, то здесь на панели Timeline автоматически создался слой LayerEmit. Этот слой автоматически, как я уже сказал, создается плагином Particular и на него не стоит обращать никакого внимания, потому что он никоим образом не сказывается на этой картинке. Итак, идем далее. Далее давайте выделим слой с частицами и нажмем сочетание клавиш Ctrl D, то есть создадим его дубликат. Слой дубликат давайте переместим наверх, вот таким вот образом. Перейдем к панели Effect Controls и у слоя дубликата удалим эффект Fast Blur. Выделяем его здесь и нажимаем клавишу Delete. Вот, в принципе, и все. Теперь выделяем верхний слой с частицами и снова нажимаем сочетание клавиш Ctrl D. Создаем еще один слой дубликат. У нового слоя с частицами сразу же давайте изменим режим наложения. Переходим к столбцу Mode. Если данный столбец у вас не отображается, то кликните вот по этой кнопке. И здесь, напротив верхнего слоя, выбираем режим наложения Add. Отлично. Теперь давайте перейдем к панели Effect Controls и здесь удалим второй плагин Particular. Верхний оставляем. Заодно удаляем все три эффекта CC Vector Blur. Delete. То есть, у нас в итоге остался Particular и Glow. Сейчас давайте перейдем к плагину Particular. Раскроем вкладку Emitter. И здесь, напротив параметра Particle Second, выставим значение в 130 тысяч. Так, здесь, в принципе, все. Закрываем вкладку Emitter. Переходим ко вкладке Physics. И здесь давайте уменьшим значение параметра Effect Position до 200 единиц. Супер. Закрываем вкладку Physics. И теперь можно перейти к эффекту Glow. Здесь уменьшим значение параметра Glow Threshold до 50%. И уменьшим радиус до 5. В результате мы получили вот такие вот круглые частицы. Итак, что мы делаем далее? Далее давайте создадим из наших частиц небольшие искорки. Для этого переходим к панели Timeline, выделяем верхний слой с частицами и снова нажимаем сочетание клавиш Ctrl D. Выделяем верхний слой, переходим к панели Effect Controls. Здесь раскрываем вкладку Emitter. И напротив параметра Particle Second выставляем небольшое значение в 6000. Закрываем вкладку Emitter и раскрываем вкладку Particle. Здесь, во-первых, давайте немного уменьшим значение параметра Live. Зажимаем клавишу Ctrl и уменьшаем значение этого параметра. При помощи клавиши Ctrl мы можем изменять значение тех или иных параметров на десятые доли. Выставляем здесь значение 2,5. Теперь давайте размер, то есть параметр Size увеличим до 3. И чтобы наши искорки довольно-таки заметно отличались по размеру друг от друга, давайте напротив параметра Size Random выставим значение в 90%. Так, что далее? Далее цвет оставляем таким же. Size Over Life. Да, все оставляем таким же. И теперь вкладку Particle можно закрыть. Хотя я сейчас подумал, давайте сделаем так, чтобы наши искорки все-таки не изменяли свой цвет. По ходу композиции. Поэтому давайте снова откроем вкладку Particle. Напротив параметра Set Color выставим значение Add Off. И напротив параметра Color выберем какой-нибудь оранжевый цвет. Кликаем здесь, выбираем оранжевый цвет. Примерно вот такой вот. И нажимаем на кнопку ОК. Так наша композиция, я так думаю, будет смотреться лучше. Все, теперь можно вкладку Particle закрыть. И перейти ко вкладке Physics. Сейчас давайте сделаем так, чтобы наши искорки немного улетали в сторону по оси X. Переходим к параметру Wind X. И здесь выставляем значение в минус 100. Если вы сейчас обратите свое внимание на панель Composition, то вы увидите вот эти круглые оранжевые частицы, которые очень слабо напоминают искры. Чтобы это исправить, давайте закроем вкладку Physics и перейдем ко вкладке Rendering. Здесь переходим во вкладку Motion Blur и напротив параметра Motion Blur выставляем значение On. То есть подключаем размытие в движении. Чтобы увеличить величину этого размытия, мы напротив параметра Shutter Angle выставляем значение 800 единиц. После всего этого давайте спустимся вниз в панели Effect Controls, перейдем к эффекту Glow. И здесь напротив параметра Threshold выставим значение в 20%. Заодно уменьшим Radius до 2. И увеличим интенсивность также до 2. И вот такие вот яркие искры мы получили в итоге. Сейчас картинка подзагрузится. Вот. Здесь, так как наша композиция содержит в себе огромное количество частиц, она очень сильно нагружает компьютер. Поэтому просчет картинки идет так долго. Я сейчас не завидую тем ребятам, у которых слабые компьютеры. И мой единственный вам совет, ребята, держитесь. Я с вами. Итак, мы с вами пока идем далее. Давайте создадим новый корректирующий слой. Потому что с частицами мы, в принципе, закончили. Идем. Layer, New, Adjustment Layer. После того, как мы создали новый корректирующий слой, он у нас сразу же появляется на панели Timeline. Сейчас давайте перейдем к панели Effects & Presets. Извините. И найдем здесь эффект Fast Blur. Которым мы сегодня уже пользовались. Берем данный эффект, перетаскиваем на панель Effect Controls. То есть, применяем его к нашему корректирующему слою. И в этом эффекте, напротив параметра Blurness, давайте выставим значение 1. То есть, немного размоем наше изображение. Совсем чуть-чуть. Сейчас давайте перейдем к параметру Effects & Presets. И найдем здесь эффект Sharpen. Вот он находится в группе эффектов Blur & Sharpen. Перетаскиваем его сюда же. И напротив единственного здесь параметра Sharpen Amount выставляем значение 80%. Теперь мы сделаем наше изображение довольно-таки резким. Так, снова переходим к панели Effects & Presets и находим эффект Noise. То есть, шум. Берем данный эффект, перетаскиваем сюда же. И напротив параметра Amount of Noise выставляем значение в 1%. То есть, совсем немного добавим шума. Чтобы исправить вот эти цветные косяки, давайте уберем галочки вот из этих чекбоксов. И сейчас, чтобы сделать наше изображение еще немного более резким, опять же воспользуемся эффектом Sharpen. Перетаскиваем сюда. И теперь напротив параметра Sharpen Amount выставляем значение в 15%. 15 единиц. Итак, вот в принципе такая картинка смотрится уже намного лучше. Вы здесь могли заметить, что у нас в изображении появились вот такие вот артефакты. Чтобы от них избавиться, давайте создадим новый сплошной слой. Идем. Layer New Solid. Выбираем здесь черный цвет. Размеры такие же, как и размеры кадра нашей композиции. Ок. Перемещаем этот сплошной слой под корректирующий слой. То есть, размещаем его на второй позиции. И напротив этого сплошного слоя в столбце Mode выбираем режим наложения Screen. Теперь этих артефактов здесь не будет. И все будет отображаться корректно. Вот в принципе и все. Можно сказать, что наша композиция, наша анимация готова. Но, как вы видите, кадр, в котором находится всего лишь одна надпись, один логотип, смотрится довольно-таки пусто и скучно. Давайте это исправим. Давайте создадим еще один сплошной слой. Идем. Layer New Solid. Опять же, черный цвет. Ок. И сейчас мы к этому сплошному слою применим блик. Блик мы будем создавать при помощи стороннего плагина Optical Flares. Напоминаю вам, что этот шаг не обязателен, поэтому у кого нет плагина Optical Flares, можете вообще не напрягаться. Переходим к панели Effects & Presets и находим здесь эффект, вернее плагин Optical Flares. Это плагин от сайта VideoCopilot. Берем его, перетаскиваем на наш сплошной слой, который мы только что создали. У нас в кадре сразу же появляется вот такой вот стандартный блик. Мы сейчас переходим к панели Effect Controls и здесь кликаем по кнопке, вернее по надписи Options. У нас открывается окошко Optical Flares Options. Здесь. Давайте воспользуемся готовым пресетом из папки Pro Presets. Открываем эту папку. Ну, вообще, вы можете выбрать любой блик, который вам больше нравится. Я выбираю блик, который называется Star Force. Вот он. Вот такой вот блик. После того, как мы его здесь выбрали, мы нажимаем на кнопку OK. И этот блик у нас сразу же появляется в кадре. Давайте я кликну вот по этому маркеру. Кстати, если вот эти управляющие маркеры не отображаются у вас в кадре, то вам просто нужно выделить плагин Optical Flares на панели Effect Controls. Кликаем вот по этому маркеру и перемещаем блик вот сюда вот в сторону. Чтобы наша композиция особо не тормозила, давайте перейдем к этому сплошному слою и поставим для него режим Solo. Располагаем наш блик примерно вот так вот. И теперь, чтобы его оживить, давайте анимируем положение вот этого маркера, который отвечает за расположение вот этих частей блика. Перемещаем индикатор текущего времени в начальную позицию. Переходим к параметру Center Position и кликаем по значку с секундомером слева от него, чтобы поставить здесь первый ключевой кадр. Теперь переместимся в конец композиции и переместим этот маркер немного в сторону. Вот сюда вот. В результате у нас получится вот такая вот простенькая анимация. Давайте выделим этот сплошной слой и нажмем клавишу с английской буквой U, чтобы у нас на панели Timeline появился параметр, который мы только что анимировали. Кликаем по данному параметру, чтобы выделить вот эти ключевые кадры и нажимаем клавишу F9, чтобы выполнить команду Easy Is. Так мы получим более плавную анимацию. Закрываем параметры этого слоя и теперь давайте создадим эффект такого небольшого мерцания этого блика. Делать мы это будем при помощи вкладки Flickr. Вот она. Раскрываем эту вкладку на панели Effect Controls и здесь напротив параметра Speed выставляем значение в 15 единиц. А напротив параметра Amount выставляем значение в 50. Speed это у нас частота мерцания, Amount это у нас насколько будет изменяться яркость нашего блика. Если мы сейчас пробежимся по нашей композиции, то вот что мы получили в итоге. Неплохо. Так, теперь давайте спустимся в самый низ панели Effect Controls и здесь напротив параметра Render Mode выберем значение On Transparent. А заодно отключим режим Solo для этого слоя. Окей, с бликом мы закончили. Теперь давайте создадим новую камеру. Идем. Layer New Camera. Здесь давайте для начала выберем 28-миллиметровый пресет и поставим галочку в пункте Enable Depth of Field. То есть включим функцию Depth of Field. Нажимаем на кнопку ОК. И сейчас давайте кликнем вот по этой кнопке и выберем пункт Two Views Horizontal, чтобы у нас здесь отображалось два вида. Справа выставим вид Active Camera. Слева выберем вид сверху. Теперь давайте выделим нашу камеру на панели Timeline и раскроем ее параметры. Раскроем вкладку Camera Options. Так как мы подключили функцию Depth of Field, то у нас теперь будет все немного размываться. Все то, что не находится в плоскости фокуса. А где у нас находится плоскость фокуса? Давайте попробуем изменить значение параметра Focus Distance. И у нас здесь появится вот такая вот линия. Эта линия и обозначает плоскость фокуса. Давайте вернем ее в прежнее положение, потому что эта плоскость находилась в том же месте, где у нас находится наш логотип. И это в принципе корректно. Наш логотип должен быть в фокусе. Теперь давайте немного анимируем параметр Zoom, чтобы на протяжении всей композиции у нас шло небольшое приближение нашего логотипа. Размещаем индикатор текущего времени в начальной позиции, переходим к параметру Zoom, немного уменьшим его значение. И кликнем по значку с секундомером. Таким образом мы поставим первый ключевой кадр. Переместимся в конец композиции. И немного увеличим значение параметра Zoom. Пускай будет вот так вот. Сейчас, чтобы увеличить величину размытия, давайте перейдем к параметру Aperture. И здесь, напротив него, выставим значение в 250 единиц. 250 пикселей. Кликаем в пустом месте. Также давайте выделим свойства Zoom, чтобы выделить вот эти ключевые кадры. И нажмем клавишу F9. То есть, опять же, выполним команду EasyEase. Все, с камерой мы закончили. Давайте закроем ее параметры. Отключим два вида. Выберем здесь пункт 1 View. One View. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая вот яркая картинка. Если я сейчас перемещусь в начало композиции, то здесь будет видно, что мой логотип, не знаю как ваш, немного выбивается из этой композиции. И мне стоит провести небольшую цветокоррекцию. Поэтому я открываю композицию лого. Это та композиция, с которой мы начали данный урок. Перехожу к панели Effects & Presets и нахожу здесь эффект Curves, то есть кривые. Беру данный эффект, перетаскиваю его на мой логотип. Здесь на панели Effect Controls давайте я перейду в красный канал и немного увеличу влияние красных оттенков. Теперь перейду в синий канал и уменьшу влияние синих оттенков. Вот что получилось в итоге. Теперь я перехожу в канал RGB и вот таким вот образом изменяю данную прямую. Отлично. Так, вот что было до, вот что стало после. Если я сейчас вернусь в главную композицию, теперь картинка будет смотреться намного лучше. Ну и в заключении этого урока давайте создадим небольшую виньетку по бокам нашего кадра, то есть затемним края. Создаем новый сплошной слой черного цвета, выделяем его на панели Timeline, переходим к инструменту Ellipse Tool и делаем по нему двойной клик левой кнопкой мыши. У нас появляется маска овальной формы, которая автоматически вписана в кадр нашей композиции. Ставим галочку в пункте Inverted, раскрываем параметры этой маски и здесь напротив параметра Mask Fever выставляем значение 350 пикселей по оси X и Y. Заодно давайте увеличим значение параметра Mask Expansion до 125. Итак, вот что у нас получилось в итоге. Мы немного затемнили края нашего кадра. Итак, наша композиция смотрится намного лучше. Вот и все, дорогие друзья. Я вас поздравляю. Наш урок закончен. Сейчас давайте выведем эту композицию в видеофайл и посмотрим, что получилось. Стоп! Прежде чем выводить эту композицию в видеофайл, хотелось бы сказать, что это за заставка без звукового сопровождения. Поэтому вместе с этим проектом в описании к этому уроку на сайте videosmile.ru вы сможете скачать вот такой вот звуковой файл. Давайте его перекинем на панель Project и перекинем его на панель Timeline. Вот сюда вот. Это звук сгорания чего-то там и он идеально подходит к нашей композиции. Вот теперь вот давайте выведем нашу композицию и посмотрим, что получилось. А получилось у нас вот такая вот потрясающая заставка. Давайте посмотрим. Очень круто. На этом все. С вами был Лукьянов Артем. Заходите на наш сайт videosmile.ru Мы всегда вам рады. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok